Доброе утро! Я хочу всех вас сердечно поприветствовать. Сегодня мы рассмотрим очень актуальную тему. «Ислам в свете Библии». Мой реферат построен из четырех частей разных по длительности. Сперва – общее вступление к теме. Второе – нужно разобраться с происхождением ислама. Третье – учение ислама. И в заключении, как контраст, Библия – это Слово Божие. Сегодня в мире насчитывается приблизительно 1,6 миллиарда мусульман. Число населения на Земле недавно переросло за 7 миллиардов. Из чего становится ясно, что очень весомая часть человечества – мусульманская. В Европе имеется на сегодняшний день более 40 миллионов мусульман. Миллиарды тонн нефти 20-го столетия привели к величайшему миссионарскому перегону в Исламе. Если так подумать, бензин, бензиновый мотор, был изобретен в 1880 году. Если бы он не был изобретен, то история ислама пошла бы совсем по-другому. Но как раз именно значение нефти, точнее миллиарды, вырученные за нефть, привели к чрезмерному усилению исламизации. Это самая быстрорастущая религия, особенно благодаря повышенной деторождаемости. Также миссионированию в Европе и еще одной важной стратегии – смешанные браки. Мусульманин может жениться на немусульманке, а вот мусульманка такого сделать не может. Это было бы нелегально. Но опыт истории ислама был таков, что женщина, вышедшая замуж за мусульманина, очень часто вскоре принимала ислам. Ислам оспаривает основы христианского вероисповедания, отрицает его, как важное учение, отрицает триединство, смерть Иисуса на Христе, то есть то, на чем базируется все Евангелие. Он отрицает достоверность Библии. Но тем не менее, даже в этом случае мы должны видеть шанс в таком большом количестве мусульман в Европе. Это все-таки для них большой шанс познакомиться с Евангелием намного проще, чем в их мусульманских странах. Если слово «ислам» перевести с арабского, то обозначает оно не мир, а подчинение, поклонение Аллаху. Имеется в виду, что слово «мусульманин» обозначает «покоренный, сдавшийся Аллаху», что очень важно, так как это основная мысль, смысл ислама. Далее «ислам» — религия очевидности. То, что очевидно, то и важно. Что спрятано лично, то уже совсем другое. Это нужно знать, чтобы понять лучше многие феномены. Второе — это политическая религия. Как раз то, что многие политики в Европе и в Америке не особенно хорошо понимают. Они привыкли так. Политика на одной стороне, а религия, вера — это две совершенно разные области. Но ислам видит это совсем по-другому. Политика и религия едины. Поэтому мы и говорим «Ислам — политическая религия». Мусульмане будут говорить также, что их религия — это религия разума. Они сильно подчеркивают это. Религия будущего. Потому что они так устремлены вперед. Религия успеха. И почему мы потом еще к этому вернемся, сила успеха для мусульман очень важна. Это для них аргумент, что их религия — истина. Все, что слабое, презирается. А вот сила, успех, достаток — на первом месте. Это также религия мощности, продуктивности, в надежде на то, что такая продуктивность когда-нибудь Аллахом будет признана. Но полной уверенности в этом нет никогда. Это также религия власти и превосходства. Религия военной силы. Очень важно. Победа в войне для мусульман — доказательство правдивости их религии. Конечная цель — исламизация мира. Полная готовность к пришествию Иссы. Иссой Коран называет Иисуса. Итак, после этого вступления мы переходим к теме возникновения Ислама. Я хочу вам показать разные аспекты. Во-первых, отношения между родами во времена Мухаммада. Потом я расскажу о религии доисламовых арабов, что тоже важно, чтобы лучше понять сам Ислам. Далее я расскажу кое-что об арабских иудеях на Саудовском полуострове. Потом о сектанстве в сектантских христианах тогда на Востоке. И в заключении, собственно, о Мухаммаде, который жил с 570 по 632 год после Христа. Итак, о родословии в Арабии. Арабия была примечательна кочевничеством. Люди не имели постоянного жилья, а странствовали. Кочевничество связано с разведением мелкого скота, овец и коз. Существовало несколько прочных поселений. Одним из них была Мека. Это был центр торговли караванов и религиозный центральный пункт. Кааба – главная святыня арабских родов, еще дома Хаммеда. Имелись также и хозяйственные поселения в оазисах, но они в основном были заселены иудеями. В то время каждым родом управлял шейх, вожак, глава каждого рода. Войны и захваты были тогда очень важны. Но даже в этом криминалитете имелись ясные законы. В первом, девятом, одиннадцатом и двенадцатом месяцах был абсолютный покой. Каждый мог быть уверен, что в эти месяцы караваны не будут разграблены. И так даже криминальные могут какие-то законы соблюдать. Теперь рассмотрим религию до исламских арабов. Тогда было многобожие и вера в духов. Это был своего рода анимизм, где духов и души можно было найти во всевозможных вещах – в деревьях, ручьях, камнях, и они верили во всяких разных богов, то есть политеизм и анимизм. Представления о спасении тогда не было, не было также и ритуала над умершими. Странно, но это было так. Теперешнее, настоящее, стояло в той арабской религии на переднем плане. Меньше всего было мыслей о том, что будет после смерти, а больше о том, что сейчас. Это очень важно, чтобы понять, что ислам станет всему этому контрастом в смысле вечности и рая. Еще очень интересно, что в числе более трехсот богов, которым тогда поклонялись арабы, три богини и один бог были для них особенно значены. Этот бог назывался Аллах, он являлся отцом тех трех богин и главным богом арабских родов. Кстати, слово «Аллах» состоит из артикла «Ал» и «Ила», «Бог». И эти три богини, дочери, звались Аллет, «Богиня Солнца», «Ал-Уза», «Богиня Звезд» и «Аль-Менет», «Богиня Судьбы». В связи с этим интересно то, что уже у доисламских арабов символом для Аллаха был полумесяц. Несомненно, то, что касается Аллаха, связано с месяцем, а его дочери – это Солнце и звезды. Ясно, что Аллах был Богом Луны у этих предисламских арабов. В связи с этим хочу вам указать на два понятия Суры 53, стихи с 19 по 23. Так называемые сатанинские стихи. Они известны нам благодаря Раштиду и его роману «Сатанинские стихи». Этот роман он написал, наверное, потому что этот феномен играл важную роль. Было так. Мухаммед получил откровение, в котором было разрешено и дальше прославлять этих трех богинь, дочерей Аллаха. Но позже он от этого отступился, сказал «нет», то были сатанинские стихи, было сатанинское вдохновение. Поэтому эти стихи не относятся к изданию Корана. Но они были, и это, в общем-то, в исламе признается. Не так, чтобы мусульмане в дискуссиях говорили «нет, это неправда». Нет, они все это знают. И это как бой в животе. Как раз то, что тема, которую Рашти описал в своем романе, неправда ли? Пророк, который думал, что это откровение от Бога, а потом сказал «а, нет, я ошибся, это было от сатаны». Это очень проблематично. Тогда можно спросить «да, а как же со всем остальным?» Как раз это и послужило поводом к тому, что Рашти по решению исламского законодательства должен был бы быть убит. Вообще, это не проблема, если об этом просто говорят, так как это же признанный факт. Но то, что Рашти именно благодаря этому роману стал всемирно известным, так раскрыл эту проблему, было, по-видимому, слишком. Аллах – один из многих богов. Например, был еще «ват», «бог любви», или «хубау», «бог Каабы». Это метеорит, место поклонения пилигримов. Это боги, которые были точно связаны с Аллахом до ислама. Для всех богов имелись символы. Черный камень и полумесяц были символом Аллаха. Но мы видим, в этой анимистской религии арабов было, в частности, и то, что они верили, будто в камнях, деревьях, источниках есть души. Поэтому черный камень символизирует Аллаху. Итак, три богини, связанные с Аллахом, тоже очень важны. После того, как Мухаммед признал, что то были сатанинские стихи, с этими тремя богинями было покончено. Тогда Мухаммед взял одного из этих четырех богов, а всех других в итоге упразднил. А этого одного бога тоже изменил. Он не имеет дочерей, хотя раньше дочери были ему приписаны. Перейдем к теме арабские иудеи. Раньше было большое переселение иудеев на арабский полуостров. В 70-х годах, после Рождества Христова, после уничтожения Иерусалима и второго храма, иудеи стремились как можно скорее убежать от римлян, конечно же, в какую-нибудь область, по возможности не так далеко, но за пределами римского царства. Тысячи бежали тогда в Вавилонию, нынешний Ирак, а также на арабский полуостров. Еще раз, в 135-м году после Христова, что было связано с восстанием иудеев против римлян, которое при императоре Адриане было жестоко подавлено, во время этих двух войн, в 70-й год и в 135-й год, были миллионы иудеев убиты. Поэтому многие бежали в 135-м году в Вавилонию, а также на арабский полуостров. Так появились там цветущие иудейские поселения. В Ятребе, старое название Медины, жили с двумя арабскими родами три иудейских рода. Когда я говорю иудейский род, то я не имею в виду монассию, эфраину и так далее. Имеются в виду кланы, которые со временем увеличились и которые можно назвать род. Итак, на арабском полуострове, наряду с анимистическими, политоистическими убеждениями, появилось иудейское свидетельство с убежденным монотеизмом. Иудеи рассказывали, что существует только один бог, который все создал. Это бог Ветхого Завета. Наблюдалось хорошее сосуществование, то есть арабы и иудеи могли прекрасно уживаться вместе. Это было сосуществование, где обе стороны имели свой профиль. Иудеи должны были обрабатывать землю, а арабы разводить мелкий скот. Тут еще один важный пункт. Мохаммед был очень увлечен мыслями о монотеизме, чему он тогда в земле иудейской мог обучиться. Теперь мы пойдем дальше, чтобы рассмотреть еще одну важную причину возникновения ислама – раскольничество христианства на Востоке. В 4-м и 5-м веках, за 100 лет до Мохаммеда, началась борьба за триединство и лже-христианство. Что это значит? Мы должны иметь перед глазами историю церкви, которая развивалась так. С 1-го века христиане энергично преследовались в Римском царстве. Известно в общей сложности примерно 10 волн переселения и преследования христиан до переворота во время правления императора Константина. Тогда вдруг, в 4-м веке, христианство стало разрешенной религией, а позднее даже государственной религией. Можно сказать, тактика сатаны с 1-го века до начала 4-го века была сразить христиан кровавыми преследованиями, но цели он не добился. Как раз из-за преследований, свидетельства христиан были настолько убедительными, что многие люди пришли к вере, потому что говорили, если они готовы за свою веру умереть, то это должно быть истинно. Это не может быть просто глупой идеей. И когда произошел этот переворот, точно в 4-м веке, когда прекратились преследования, христианство было переполнено лжиучениями. Это были именно те же учения, которые оспаривали основу веры, а особенно, кто есть Бог. Кто это Отец, кто это Сын и кто это Святой Дух? Это и есть эти войны, три единства. Были лжиучения, которые говорили, это не три Вечности в Божестве. Бог – это только одно лицо. Святой Дух – это безликая сила, а Иисус Христос – это только первое создание Бога. И после Бог уже все остальное создал. Но от Вечности Бог – только Отец. Имелись также лжиучения со всевозможными оттенками и вариациями. Если говорить о христологических войнах, то имелось огромное количество лжиучений, которые затрагивают Личность Иисуса Христа. Были гностики. Они говорили, Иисус Христос в действительности человеком не был, но Он только принял вид, тело, Он выглядел как человек. Но этим оспаривается основа Евангелия. Ведь если Иисус не стал человеком в действительности, тогда Он не мог бы за людей умереть. В этом-то вся и суть. Бог умереть не может. Иисус сделался человеком, чтобы Он как человек мог за людей умереть. А они говорили, Он невзаправдочный человек. Еще имелись возможные лжиучения, говорившие, например, Он был только человек, Богом Он вообще не был. То есть Он был полностью человек и совсем не Бог. Опять неверное учение. Тогда это другой Иисус. И не могло бы быть спасения, если бы Бог сам не стал человеком. Ни один ангел не смог бы стать человеком, чтобы за нас умереть. Итак, Бог мог бы послать ангела, иначе, для нашего спасения. Но ничего бы не получилось. Это должен был быть Сын Божий. Бог Вечности, ставший человеком. И так было много разных лжиучений, как раз по отношению к Личности Иисуса Христа. И часто в тонкостях. Было, например, одно лжиучение, которое говорило, Иисус Христос был все-таки человеком. То есть Он принял человеческое тело, но Его Дух – это было слово. Логос – слово из Вечности к нам по Евангелию от Иоанна 1.1. Улавливаете? Но ведь это значит, что Он не стал человеком. Человек – это существо, которое состоит из человеческого тела, человеческой души, человеческого духа. Слово «Логос» – это слово, характеризует Евангелие от Иоанна 1.1 Христа, Его вечной божественности. «Логос» означает «плоть», то есть Он был истинный человек, имеющий человеческое тело, с человеческой душой, с человеческим духом. И на кресте было предложено тело Господа Иисуса. Но до того Господь Иисус говорил своим ученикам, «Моя душа скорбит до смерти». То есть Он имел человеческую душу. И, умирая на кресте, Он сказал, «Отче, Твои руки предаю Дух Мой». Это был человеческий дух. Да, создается впечатление, что это были жестокие войны, которые потрясли христианство. И удивительно, что в это время были приведены консилии, церковные собрания, куда съезжались наместники всех имеющихся христианских церквей. Поэтому эти консилии называют «ойкоменические», «всеобщие», «всепримеряющие», «всеобъемлющие». Это не имеет ничего общего с «ойкоменией» сегодня. Это слово произошло от греческого слова «ойкомени» – «земной шар», «круг». То есть все христианство было охвачено. Как раз такой консиль, церковное собрание, был в 325 году в Ницце, что в итоге привело к перелому, было признано, что отец и сын тождественны. Сын также вечен всеведущий и всемогущий, как отец. Потом, в 381 году состоялся консиль в Константинополе, где было разъяснено, что Святой Дух, также Бог, тоже как отец и сын. Тем самым было признано три единства Бога. В одном Боге имеются три личности. После того, как с этим все стало ясно, лжеучения сконцентрировались особенно сильно на личности Иисуса. В 451 году собрался консиль в Халцедоне. Там было признано, Христос – истинный Бог и истинный человек в одном лице. Это привело к спокойствию в христианстве. Было чудом, что эти учения были так известны и общеприняты, так как они соответствуют тому, чему учит Библия. Ведь христианство к тому времени было уже так беспорядочно перевернуто, было еще больше широко распространенных же учений. И все-таки в этом хаосе свелось к тому, что в основном вопросе, кто есть Бог, была принята верная установка. Кстати, это можно объяснить так. Во втором послании к хрислонякицам, второй главе, апостол Павел объясняет тайну беззакония. В письме к апостолу Павлу имеется 8 тайн, и все они связаны с общиной, которая в Ветхом Совете была неизвестна, была сокрыта. Все эти 8 тайн трактуют разные аспекты общины. И тайна беззакония обозначает следующее. В течение христианского свидетельства все больше будет распространяться зло. И так до конца, до высшей точки, когда придет антихрист. Сначала будет общее отступление, отступничество, а потом придет антихрист. Во втором послании к хрислонякицам 2.7 он поясняет, тут есть один удерживающий зло, и потому антихрист прийти не может, только после того, как удерживающее зло будет взят из среды. Тогда беззаконник и откроется. Но кто же этот, удерживающий зло? Это Святой Дух. В этом же тексте будет сказано, то, что удерживает. Интересно, слово «дух», «Святой Дух» в греческом, в грамматике, среднего рода, то есть «оно», «духовение». Это не имеет ничего общего с полом. Грамматический пол, род, это дженда. Это совсем не то же самое, что секс. В немецком языке слово «фролайн» – девушка среднего рода, но только грамматически. Биологически это же ясно, что «фролайн» женского рода. Точно так же «дух» по-гречески имеет артикль среднего рода. Опять-таки здесь, в Германии, вы говорите «масло – она», «ди» – артикль. А мы, в Швейцарии, уверены, что «масло – он». Но это не имеет отношения с сексом, это дженда в грамматике. Поэтому оно, «дух», Павел говорит, говорит «то, что удерживает». Но поскольку Святой Дух – это личность, пока не возьмется тот, кто удерживает. Святой Дух так повлиял на христианство, что это учение о Боге в итоге смогло себя пересмотреть. Иначе уже тогда все христианство утонуло бы в фундаментальном же учении. Это было чудо. И вот то, что нам нужно было знать об этих войнах в 4-5 столетиях. Но перед тем, как мы перейдем дальше, я хотел бы привести еще пару мест из Библии. В Евангелии от Иоанна 10, 30, Иисус Христос говорит «Я и Отец одно». И очень важно, что в греческом здесь стоит средний род – одно, а не один. Это было бы лжеучением. Если бы Христос сказал «Я и Отец один», то это означало бы, что личность Отца и личность Сына – это одно лицо. Но это две личности, но это две личности, но одно – едино. В послании к филиппийцам 2, 6-7 мы считаем, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Тут ясно видно, что Иисус от вечности равен Богу, но став человеком, себя унизил. Последующие стихи делают понятным семикратное уничижение до смерти. Но не какой-нибудь смерти, а седьмое – смерть на кресте. Позорнейшая смерть. Вот так Христос себя унизил. Конечно, это действительно и для Ветхого Завета, и для Нового Завета. Исповедание из Ветхого Второзакония 6-4, то, что в Иудействии ежедневно повторяется, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Существует только один Бог, а не три Бога. В первом послании к фессалоникийцам, 3.11, говорится, «Сам же Бог и Отец наш». А вот в послании к Титу, 2.13, говорится, «И явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». В греческом языке абсолютно ясно, что понятие «великий Бог и Спаситель» – это одно лицо. Тут есть правило, которое в греческом языке названо «Грэнвил Шарп Руль». «Руль Грэнвил Шарпа». «Грэнвил Шарп» считал, если в греческом языке имелись два основных слова в одном числе, слово «А» и слово «Б», связанные словом «И». Это не должны быть собственные имена, ни Пиотер, ни Иоанн, а два главных слова, соединенных словом «И». Определяющий артикль стоит только перед первым словом. Тогда оба слова объединены в одно. И здесь, в греческом тексте, это же правило, что можно с полной уверенностью сказать «Наш великий Бог и Спаситель Иисус Христос». Не так, что «Наш великий Бог» – это был бы Отец, и «Спаситель» был бы Иисус Христос. Однозначно, что это указывает на Иисуса Христа, нашего великого Бога. Кстати, в школьной грамматике мы учили «Нет правил без исключений». И тут тоже есть одно исключение, так как Габриэль Шарп нигде не нашел исключения. Никогда. Он перевистал огромное количество старогреческой литературы, искал этот феномен, но безрезультатно. Итак, все-таки есть правила без исключения. Первое послание от Иоанна 5, 20. «Сей есть Христос, точка. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание к Тимофею, 2, 5. «Один и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иисус Христос, Бог, но Себя унизил, став человеком. Эту функцию посредника между Богом и человеками принял. И Он был истинным человеком, человек Иисус Христос. Теперь мы рассмотрим лжеучения в восточных окраинах. В Сирии жили тогда якобиты. И они учили, Христос имеет только божественную природу. Мария была Богородицей. Страшно, если так говорят, что Христос имеет только божественную природу. Тогда Его человеческое естество отвергается. Следовательно, Мария родила Христа. Христос полностью Бог. Тогда она Богородица. Но этот термин в Библии нигде не стоит. Богородица. И Мария зовется просто матерью Иисуса. Но ведь Иисус – это человеческое имя Сына Божьего. В связи с Его быть человеком, это имя было в первый раз сопределено. Но то, что тут произошло у якобитов, это обожествление Марии. Нестарианцы. Другое течение в христианстве Востока. Они делали четкое разделение между божественной и человеческой природой Христа. Но и так нельзя. Это же совершенное единство. Не правда ли? Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 3, 13. Никодиму. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий Сущий на небесах. Это удивительное высказывание. И оно подкреплено многими греческими рукописями, множеством текстов. Сын Человеческий. Это указывает на Иисуса, как человека. Но как человек он не был одновременно везде. Тогда Никодим разговаривал с ним в Иерусалиме. То есть он был Иерусалиме, но сказал «Сын Человеческий Сущий на небесах». Это означает, он был на небесах не как человек, но также потому, что он Бог и никогда не переставал быть Богом. Он был в то же самое время вместе сущий, как Бог тоже на небесах. Что удивительно, что как раз это определение, которое указывает на его человеческое «я» и атрибутом, с описанием, которое затрагивает его божественное «я». Потому что это нельзя отделять друг от друга. На окраине арабского полуострова имелось еще много других сект и различные группы. И это тоже очень важно в связи с исламом. Мохаммед, будучи на арабском полуострове, вступал в контакт с якобитами, нестырианцами, а также с монахами-коптами. Это египетские христиане. Этим объясняется то, почему в Коране можно найти перевернутое представление о треянхестии. В Суре 5.116 сказано, что христиане верят в трех богов – Бог, Иисус и Мария. Да, сегодня нет ни одного христианского вероисповедания, где бы о чем-то таком говорилось. Но благодаря контактам с лжеучителями и с лжеучениями возникла такая идея, и это приписано всему христианству. Поэтому нужно мусульманам объяснить. Смотри, в Суре 5.116 стоит «Христиане верят в Бога, Иисуса и Марию, трех богов. Это для меня ничто. Я могу тебе засвидетельствовать, что я в это не верю. Спроси моих братьев, поверьте, они тоже в это не верят. Во всем мире спроси, они тоже этому не верят. Но в Коране это стоит. Это не наша проблема. А в Суре 9.16.36 сказано, что Иисус – это сделанное существо. Аллах Иисуса, там он будет назван Иса, в очреве Марии создал, сделал из ничего. То есть ясно, что его божественность полностью отвергается. А Сура 112 объясняет, что Бог – это одна единственная персона. Фундаментальные лжеучения христианства относительно личности Сына Божьего и относительно сути божества являются важным фактором исламских лжеучений относительно Бога и Иисуса. Это очень важный пункт, который надо видеть. Христианство дало осечку, и эта осечка связана с возникновением Ислама. Итак, мы переходим ко второму – происхождению Ислама. Рассмотрим следующий пункт. Мохаммед, его жизнь – 570-й, 632-й годы рождения. Мохаммед был рожден в Мите в 570-м году. В 595-м году, когда ему было 25 лет, он женился на Хадидже. Богатая женщина. Он же произошел из бедноты. Ему было 25, ей – 40. Довольно непривычно. Я не буду это же самое кому-либо непременно рекомендовать, но такое возможно. В тогдашнем обществе такой брак был очень необычен, именно тем, что богатая женщина выходит замуж за такого бедного человека по каким-то причинам. Это вообще не соответствовало общественным нормам. Далее, в 609-610-м годах, Мохаммеду было тогда 40 лет, он пережил медитативное ощущение. Он то и дело стремился к уединению, и там вдруг такое событие. Ему привиделся ангел Гавриил. который хотел привести его к тому, чтобы он процитировал искровение Суру Корана. Мохаммед совсем этого не хотел. Этот ангел ему то и дело приказывал, а один раз даже душил. Очень интересно знать эти предпосылки. что здесь имело место примуждение, чтобы принять эти откровения. Позднее откровения пошли одно за другим. В Мекке Мохаммед начал проповедовать. То, как он проповедовал, было похоже на то, как тогда проповедовали христиане из его окружения. Эти проповедующие христиане сильно впечатляли ссылками на потусторонний мир и ад. Точно так же начал проповедовать и Мохаммед, описывая ад во всех гранях, очень сильно возвышая и акцентируя. Но большинство жителей Мекки перебивали его, насмехались. В результате началось такое сильное давление на него и его последователей, небольшое количество людей, которое к нему примкнуло, что это, в конце концов, привело к тому, что некоторые из них иммигрировали. В итоге так же и сам Мохаммед. И эта дата, 622 год, названа Хиджра, разрыв. Он порвал с Меккой и даже со своим родом. Это было, кстати, вообще что-то недопустимое. Чего в тогдашнем обществе не должно было быть. От своего собственного рода отделиться. Но он это сделал и ушел в Ятреп. В 624 году Мохаммед сумел со своей маленькой армией одержать внушительную победу в битве с меканцами. Действительно против сильнейших. Но его подчиненные были так подготовлены к войне, потому что он им говорил, смелые попадут в рай, а трусы попадут в ад. Это их мотивировало, и они одержали впечатляющую победу. Победу 624 года. В 625 году Мохаммед объявил Мекке священную войну, джихад. в 627 году Меккар нападает на Медину. Мусульманские последователи Мохаммеда называли город Ятреп, который их принял и дал им стат беженцев, статус беженцев, Медина. Итак, Мекка объявила войну Медине и напала на нее с 10 тысячами солдат. Сравнительно большая армия. Это привело к так называемой окопной войне. Мусульмане Медины выдали вокруг города окопы. Воюя не особенно активна. Потому это и называется окопная война, в результате чего Мохаммед смог победить без стверждения как такового. Вообще-то мекканцы были не особенно хорошие воины. Не так много понимали в стратегии как можно использовать превосходство и так далее. Но это была огромная победа в той окопной войне. Для мусульман это было подтверждением того, что наша вера правильно, у нас военный успех. Сейчас уже немножко видно то, о чем я говорил во вступлении. Как важен успех, как важна военная сила. это связано с историей ислама. Было следующее. Мохаммед хотел иметь доступ к центральной святыне в Мекке. Он хотел туда, где Аллах оставил черный камень. Но в тех отношениях с Меккой это было невозможно. Тогда, в 628 году он заключил с Меккой мирный договор на 10 лет. Так он получил доступ к Абе, черному камню Аллаха. В этом договоре был один раздел, в котором было оговорено разрешение для приезда в Мекку. Мохаммед не думал о том, что все 10 лет будет мир. В итоге он увидел. Сейчас у меня есть новое дополнение. В Каабе началась мощная демонстрация ислама, вызвавшая все большее количество перебежчиков, меканцев. Тогда он увидел превосходство своих сил и нарушил мирный договор приблизительно через 2 года и захватил Мекку. Потом было легко. Один арабский род за другим стали попросить о принятии их в ислам. И этот пример очень важен, потому что тот мирный договор определяется в исламе как худна. Мы еще помним, как в 90-х годах Яси-Арафат заключил мир с Израилем, а немного позже в одной нужно-африканской мущете держал доклад. Я тогда его полностью считал. Он сказал тогда, этот мирный договор с Израилем это было худна. Но весь мир Запада тогда праздновал, ликовал теперь мир. До этого Египет заключил мир с Израилем. После того Иордания тоже и Запад радовался. Смотрите Новый Ближний Восток. Мусульмане открыто говорили, что это худна. Мы заключаем мирный договор, так как мы недостаточно сильны. Сейчас идеальная ситуация. Но мы соберем силы и когда сил будет достаточно, мы этот договор в любое время нарушим. Никто им не связан. И можно врага опять победить. В 632 году 8 июня Мухаммед умирает. Перейдем теперь к учению ислама. Здесь мы займемся разными аспектами. В начале возвещение Мухаммеда Мухаммеда Коран как книга. Я объясню традиции преданий, что такое хадис, кое-что расскажу об этике, о вопросе кто такой Бог, кто такой человек, а именно Иисус в исламе Иса, о Библии в Коране и о теме ислам и господство над миром. кое-что. Итак, возвещение Мухаммеда делали удаление, как я уже объяснял, на потусторонний мир, последний суд, но должен сказать, что очень чувственный потусторонний мир, где каждому мужчине, который попадает туда, обещано 70 девственниц, то есть представление, которое не могло бы сильнее противоречить и противостоять Библии, как это можно себе представить. Он возвышал единого Бога, Аллаха, для Него единого и закон. Его закон был под влиянием 10 заповедей, но не потому, что он эти 10 заповедей знал из Библии, явно, что у Мохаммеда Библии не было. Очевидно, тогда нельзя было достать перевод Библии на арабский язык. Все, что он знал, это было понаслышке от христиан и иудеев. Такой важный пункт, но это наталкивает на мысль. Если бы христиане больше концентрировались на переводе Библии и как как раз непосредственно для арабов, Библия для арабов, тогда бы ислам не возник. Люди уже тогда имели бы доступ к Библии и знали бы, что там написано. Мухаммад и так, который возвещал Мухаммед, имел параллели к десяти заповедшим, а также к арабским родовым законам того времени. Особенно важны были 15 законов из 17-й суры. Второе. Очень важен закон культа, так называемые пять столпов. Это общеизвестное. Можно потом быстро пойти дальше. Первое. Признание веры Аллаха и его посланника Мухаммеда. Второе. Потом ритуальная молитва. Молитва должна соблюдаться по точному предписанию. Третье. Пост. Четвертое. налогообложение, милостыня, налог с капитала и пятое. Половничество в Мекку один раз в жизни. Некоторые говорят о шестом столпе. Это джихад, священная война. Каждый мусульманин знает об этих важных вещах. Даже если он не знает Коран, но эти пять законов он знает безусловно. Теперь разберемся с Кораном. Коран сам себя называет Слово Аллаха. То есть Коран на сто процентов Слово Аллаха. В 632 году, когда Мохаммед умер, Коран был только частично зафиксирован письменно. Он держался наизусть в памяти его приверженца. После его смерти появился первый преемник. Это был первый калиф Абу Беккар. Он распорядился сделать первое собрание всего, что имелось в наличии письменного и преимущественно того, что держалось в памяти людей. Калиф Третий последователь Мохаммеда Калиф Осман распорядился собрать унитарное издание. Но надо хорошо знать, это было почти через 20 лет после смерти Мохаммеда. Это было конечное издание. Все, что не было связано с Мохаммедом, было уничтожено. Эти различные откровения и суры были упорядочены в основном по длительности, не хронологически. Это довольно беспорядочно. Если люди первый раз читают Коран, они думают, хорошо, сперва начало, в итоге конец, а тут совсем по-другому. Суры упорядочены по длине. Это принцип упорядочения, что тоже возможно. Я бы тоже свою библиотеку также организовал. И правда ли, толстые книги наверх, а потом все тоньше и тоньше, и в итоге только маленькие брошюрки. Но я по-другому принципу это сделал. Больше поведу содержание. Но тут важно, что стоит в названии. Это из времени Мекки или из времени Медина. Все же хорошо было бы основательно знать, это ли из раннего мекканского периода или из позднего мединского. мекканского периода. Слово Корэн обозначает рецитирование. Это название очень важно, потому что в исламе существует мнение, будто необязательно понимать все, что в этой книге написано. Но цитировать стихи это важно. Я подумал о сегодняшнем небиблейском понятии говорить незнакомыми языками. Сегодня находятся люди, говорящие незнакомыми языками. У него если спросить, ты понимаешь, что ты говоришь? Нет. не понимаешь, что говоришь? Но ведь в первом послании Коринфянам 14 написано, кто говорит на незнакомом языке, тот наседает себя. Да, это как раз то, что я делаю, назидание. Там же, в первом послании Коринфянам 14 сказано, церковь не будет назидаться, когда кто-то говорит на незнакомом языке. Лишь в том случае, если это будет переведено, тогда церковь тоже будет назидаться. Созидание связано с содержанием, а не с озвучанием слов. Это же ничего не дает, это чуждые мысли. Так вот, эти чуждые мысли можно найти в исламе, цитирование важно, даже если ничего не понятно. Если люди, которые учат наизусть арабский язык по Корану, но не знают арабского языка еще, тогда они не верят в силу слов. Должен сказать, если я процитирую первый псалом на иврите, «Звучание прекрасно, я нахожу, но это не дает созидания». Только после того, как это переведут и действительно объяснят, что это означает, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». И не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Тут все открывается. И если уж я упомяну говорящих языками, в библейском говорении языками было так, что говорящий он владел новым языком без того, чтобы его изучать. Но ведь владеть это не так, что сквозь них прошло. И если они не знали, что это такое, они могли сказать то, что хотели и должны были сказать. Это же совсем другое. Коран будет рассматриваться как собрание откровений из первоначальной книги на небесах. То есть Коран как оригинал находится урлах. Мусульмане говорят, что Коран это чудо из чудес. Мохаммед никакого чуда не совершал, но величайшее его чудо было то, что он мог Коран передать дальше. Это прекраснейшее, что имеется у Эрвов. Это было неподражаемо. В связи с этим я хотел бы указать на второе послание Коринфярам 11, 14, 15, где апостол Павел говорит, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Новый Завет показывает, что сатана может предстать ангелом света. Интересно то, что сказано, будто ангел Гавриил, ангел Божий, которого мы знаем из Библии. Ангел Гавриил явился Мохаммеду и заставил его эти откровения передать дальше. Даже вынудил. В Библии мы нигде не найдем, чтобы кто-то начал пророка, к примеру, душить, лишь бы тот наконец-то заговорил. Все по-другому. Кстати, ведь Мохаммед даже признал, что написал сатанинские стихи, которые ему сатана дал под видом ангела света. сатанинские им это это как раз то, что нам указано в послании Коринфярам 11. А в послании Галатам 1, 8, 9 апостол Павел объясняет, но если бы даже мы или ангел с неба стал благоверствовать вам, не то, что мы благоверствовали вам, Евангелие, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорим, кто благоверствует вам не то, что вы приняли Евангелие, да будет анафема. Можете себе представить, более половины тысячелетия до Мохаммеда об этом писал апостол Павел и предупреждал, что когда ангел придет и что-то иное, чем Евангелие будет благоверствовать, а ведь Мохаммед как раз возвещал другое Евангелие, а именно весть о том, что человек должен постараться и может быть тогда будет спасен. В то время, как Евангелие в Библии говорит, мы не можем спасти своими собственными усилиями, а только через милость. Мы должны перед Богом признать свои грехи, покаяться и признать и принять его прощение на основании жертвы Иисуса на Христе. Это же другое Евангелие. Коран как бы обозначает заключение всех откровений. Коран говорит о Ветхом Завете, о Новом Завете. Упоминается Таурат, закон Иисея, Псалмы Давида, Ветхий Завет, Потом еще Инжин, Евангелие, Новый Завет. Но Коран является практически венцом и итогом всех этих откровений. Но ведь в конце Библии откровений Иоанна Богослова 22, 18, 19 мы находим излечение Господа Иисуса. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Итак, здесь будет предупреждено, кто к этой последней книге Библии откровению, что-то добавит, он придет на суд в книге. Но это же стояло в Библии более 500 лет до Мохаммеда. Но Бог же знал будущее. Коран вообще рассматривается как основа ислама. Но это не единственная основа. Как мы сейчас увидим. Мы можем назвать пять источников Корана. Мы видим, во-первых, это влияние арабской родовой религии, во-вторых, влияние иудаизма, а именно Ветхий Завет, Талмуд, а также другая раввинская литература. В-третьих, мы находим влияние сектантского христианства в связи с Новым Заветом и Новозаветными апокрифами, неканоническими стихами. В-четвертых, мы должны как источник видеть оккультные течения, которым Мухаммед был подвержен в связи с этим давлением и насилием. И в-пятых, собственное честолюбие и желание самоутвердиться. Прежде чем мы перейдем дальше к хадисам, сделаем короткую паузу. Итак, третий пункт в теме учения ислама – это традиции предания хадисы Сумы. Принесемся в восьмое столетие, раннее время ислама после смерти Мухаммеда. Тогда всплыли предания, которые использовались для объяснения трудных мест Корана. Их начали собирать. Итак, все, что каким-то образом в традициях связывалось с Мухаммедом, хадис охватывает много-много больше, чем Коран. Это огромная библиотека из книг, охватывающих эти предания. что тут очень важно шииты и суниты. До сих пор я не упоминал об этом расходе. Но если мы сегодня рассматриваем ислам, то мы увидим две большие группы. Это суниты, большая часть и меньшая, примерно 10% это шииты. Это важно, чтобы все это понять. Они сходны в том, что касается Корана, но не в том, что касается преданий. У шиитов совсем другое собрание этих преданий Мухаммеда, чем у сунитов. В принципе, хадис занимает второе место после Корана. Было важно, чтобы каждый хадис имел цепь преданий до одного свидетеля от Мухаммеда. Коротко о том, как это было все после смерти Мухаммеда. Первый калиф, то есть преемник, был тестем Мухаммеда по имени Абу-бекар. Но он вскоре умер. Тогда на его место хотел себя выдворить зять Али, но ему это не удалось. Тогда и началась эта проблема между шиитами и сунитами. Шииты это были мусульмане, которые говорили, Али имеет божественное право стать преемником Мухаммеда, потому что он относится к той же семье. Вот так Ислам раскололся на два направления еще в то раннее время. Шиитский хадис говорит, Али всемогущий и защищающий Господь верующих. Шииты делают ударение на так называемое святое семейство Мухаммед, Али, Фатима и сыновья Хасан и Хасаин. Они говорят, что это святое семейство Мухаммеда должно особенно прославляться. Шииты молятся у гроба Али и прославляют имамов, которые пришли после Али. Они совершают паломничество к их могилам. Они говорят, что эти имамы их заступники перед Аллахом. Но одиннадцатый имам, один из этих последователей Али, умер, когда ему было четыре года. И считается, что он был вознесен. Он есть таинственный имам. Но он придет опять как Мади, спаситель мира. Он придет в самом конце. Итак, мы видим, что пророческие ожидания в шиитском исламе совсем другие, чем у суннитов. Только шииты говорят об этом Мади, который вскоре придет. Кстати, Ахмель Неджат сказал, что он имел бы совсем особенное отношение к этому Мади. И шииты учат также, что этот Мади придет в то время, когда мир погрузится в полный хаос, и можно им немного помочь добиться этого, добиться этого хаоса. Тогда этот Мади придет быстрее. И это важная тема в связи с атомной бомбой Ирана. Так как атомная бомба была бы средством, приведшим к хаосу и ускорился бы век и пришествие Мади. Как уже говорилось, сунниты составляют 90% мусульманского мира, и они делают ударение на предстоящий конец времени пришествия Иссы. В кавычках видно Иисус. Я поясняю. Это Иисус, но потому что Иса в Коране это не Иисус Библии, я ранее объяснял. Иса был создан из ничего в чреве матери, но Господь Иисус из вечности Бог и из вечности тоже Сын Божий. И Он из вечности был в сообществе любви между Отцом и Сыном, а также Святым Духом. Это Дух Любви, как сказано в послании к Римлянам 15-30. Здесь была из вечности обществ в Божестве, но Сын пришел и стал человеком, обыкновенным человеком, сформированным в чреве матери. Но это же совсем другой Иисус, поэтому я это имя вначале взял в кавычки. Сунниты учат. Иса придет опять в конце времени, и тогда наступит период продолжительностью в 40 лет, который был бы последней возможностью для мира, чтобы обратиться в Ислам, и потом должен был бы быть последний суд, где должно решиться, кто попадет в ад, а кто в исламский рай. сейчас пара мыслей об этике, кто прав или неправ с точки зрения Ислама. В Исламе разрешено иметь 4 жены плюс логожницы. Сура 4-3 говорит правда, если обеспечение этих жен возможно. Мужчина, имеющий слишком много денег, не может себе этого позволить. Но для Мухаммеда это было сделано исключением, так как у него было 13 жен. Он даже женился на одной женщине по имени Зейнаб, которая приходилась ему близкой родственницей. Кровосмешение. Но ему было все разрешено. по этому поводу имеется специальная сура 33 50 52. Там для Мухаммеда это будет как абсолютное исключение разрешено. Сура 7 189 и сура 50 21 поясняет, что женщина создана для сексуального общения с мужчиной. Тут можно подчеркнуть такой конфликт к учению Библии. Библия показывает совсем другие отношения между мужчиной и женщиной. Отношения, которые включают дружбу на равных правах. И если уже мы заговорили о сексуалитете, что бросается в глаза в первом послании Коринфианом 7, так это равноправие. Женщина имеет право распоряжаться телом мужчины, а мужчина имеет власть над телом женщины. Это очень важно, как тут все устроено, исходя из послания Коринфианом 7, так как это исключает всякий произвол по отношению кому-либо из супругов. Это действительно двусторонняя договоренность, двустороннее соглашение в любви. Мы читаем в послании Коринфианом 7, если мужчина и женщина договорились, сейчас у нас время, когда мы общаемся, не общаемся интимно, лучше мы возьмем время для молитвы, но в исламе это будет представляться как интимное отношение друг с другом. В Библии все по-другому. Следующий пункт, 44, 38, поясняет, что непослушные жены даже могут быть наказаны. И это тоже такой контраст к Новому Завету. Если в послании к официальным 5, 25, сказано, что мужья своих жен должны любить так же, как Христос любил церковь, жизнь свою за нее отдать, это что-то совсем другое, это другой дух. В исламе имеется также женское движение, и оно ссылается на равноправную хадиджу. Это очень важно. Женщины в исламе имеют два абсолютно разных лица. эмансипированные, так сказать, исламские женщины, они ссылаются на хадиджу, на то, что изначальное время, когда Мохаммед имел действительно только одну жену, и, по-видимому, этот брак тоже функционировал. И это был брак обоюдного уважения. Но после того, как хадиджа умерла, Мохаммед брал в жен женщин одну за другой. И эти отношения были совсем другими, чем в то время. Его жены, между ними, кстати, были две роднини. Эти женщины имели совсем другое положение, чем хадиджа. Поэтому в исламе одна может ссылаться на пример с хадиджей, а другая может ссылаться на пример с 13-ю женами, и все это по-исламски. Но к этому вот что. Описание рая в Коране постоянно повторяется. Это не в одном только месте с этими 70-ю девушками и как они описаны с большими глазами и тому подобное. Это правда какой-то сексистский рай. И как противоположность не правда ли? Если читаем в Библии, все представление об отношениях мужчины и женщины в корне отличается. Мы видим в самом начале Библии, Бог вначале сотворил одного мужчину и одну женщину, не двух ев, а одну. Таков был с самого начала Божий замысел, только один муж и одна жена, и в прекрасном отношении любви. Сотворим ему помощника, соответственного ему, Бытие 2, 18. В изначальном тексте помощь, соответственную ему, помощь, а не помощницу, так как тоже самое слово употребляется и по отношению к Богу, если говорится о том, что Бог является нашей помощью. Эта женщина должна мужчине дополнить то, чего он не может, и ему соответствовать на иврите дословно «кенекдон», и это обозначает дополняющий, стоящий рядом. Это указывает не на рабыню внизу, а на стоящую напротив, уважение. Следующий пункт, человек в исламском понимании одновременно и изол и добр. Это мнение можно найти уже в ортодоксальном иудаизме. Там тоже не делают ударения на то, что человек от природы испорчен, хотя тут можно сделать четкий вывод, исходя из Ветхого Завета. Там говорилось, что человек имеет хорошее стремление и плохое стремление, и как раз это можно опять найти в исламе. И человек должен выбрать между двумя этими стремлениями. Далее важно, что в исламе не существует уверенности в спасении. И это такой большой контраст, если подумать, что в Евангелии от Иоанна 10, 27, 28 Иисус Христос говорит своим последователям «Овцы мои слушаются голоса моего». И далее «И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Или послание к Римлянам 8, 1 «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И потом к Римлянам 8, 37, 39 «Ничего, вообще ничего не существует, чтобы нас могло отлучить от любви Божией». Это что-то такое, о чем в Исламе при всем их желании нет. Нет этой уверенности. Есть только одна единственная уверенность в Исламе. Если кто-то пойдет в священной войне, то сразу тогда попадет в рай по исламскому учению. Поэтому так привлекательно для многих убить себя по возможности со многими другими людьми, так как они верят, тогда у нас есть уверенность. Тогда можно мусульманам объяснить, у нас есть уверенность. Да так, что мы не должны обрывать жизни других людей. Это же ужасно. Через веру в Господа Иисуса мы приходим к внутреннему успокоению и знаем наверняка о будущем, о вечном будущем. Что в Исламе еще не знакомо, это рождение свыше. В смысле рождение заново. И правда ли, в Евангелии от Иоанна 3 объясняется то, что человек не будет опять рожден, а что он благодаря обращению обретет жизнь через Бога, жизнь вечную, как сегодняшнюю собственность. Через это человек будет полностью изменен, получит силу жить согласно Божьим измерениям, в этой новой жизни. Но это им незнакомо. Человек должен дальше действовать, что-то делать своими силами. Как стать мусульманином? Очень просто. Принести при свидетелях присягу, вероисповеданию и пообещать соблюдать пять столпов ислама. Здесь не нужно никакого обращения. А как стать христианином, исходя из Библии? Это радикальное коренное событие. Нужно прежнюю жизнь осудить, на 180 градусов повернуть и признать перед Богом свой грех и свою испорченность и принять благодарное прощение Бога. Это что-то совсем другое. Конечно, таким образом видно видно можно очень быстро привести к исламу толпу людей. Так просто, не правда ли? Мы могли бы тоже общины пополнить, христианские общины. Не нужно только требовать основательного обращения, и люди придут. Может быть, у нас меньше, чем в Африке, но если, например, в Африке сказать людям «Вы можете даже креститься, они придут в большом количестве, потому что они, благодаря своему анимистическому мышлению из прошлых времен, так и так убеждены, может быть, тут имеется какое-то благословение, они будут два и три раза креститься. Можно тогда письма писать, как миссионер, было столько-то и столько крещено, Нет проблем, но это ничего не имеет общего с библейским христианством и обращением. И в связи с обращением я хочу еще сослаться на Иезекииле 33, 11. Скажи им, «Жив я», говорит Господь Бог, «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, до чего умирать вы». Мы видим, как настойчиво Бог призывает к обращению, «Обратитесь, обратитесь». Но это радикальное событие, это не дешевая, непростая вещь, иначе проще в этом смысле мы ничего не должны были бы предпринимать. Но это дело непростяковое. Кто есть Бог и кто есть человек? Сура 112, 1. Делает ясным, Аллах для мусульман Бог и рядом с ним никого. «У него нет сына». Это полное отвержение отца, сына и святого В первом послании Иоанна 2.22 написано «Кто лжец, есть ли не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий отца и сына. 2.23 «Всякий отвергающий сына не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». 2.24 Итак, что вы слышали от начала? Да это пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в сыне. Мы видим, Сура 112 поясняет. Бог в исламском понимании не отец, и у него нет сына, и Бога Святого Духа тоже нет. Это отвержение сына и отвержение отца. И об этом Иоанн написал полтысячи лет назад, до Мохаммеда. Кто же этот лжец? Антихрист тот, кто отвергает отца и сына. Тогда ясно, какую фронтальную угрозу представляет ислам против христианской веры. Вера в исламе представлена как интеллектуальное знание. Я еще вначале говорил, что ислам рассматривается как религия разума, но это не означает, что в исламском мире наблюдается особенно большой интерес к исследованию, к интеллекту и так далее. Но вера как бы представляется разумной. Интеллектуальное знание и принятие на веру вообще-то не очень-то серьезное отношение. Отношение к Аллаху это недоверительное отношение, так как нам это знакомо из христианской веры. В исламе отвергается то, что человек создан по образу и подобию Божию. То, что уже на первой странице Библии сказано в Битии 1.27. Это нас приводит к следующему пункту. Аллах представляется полностью неприступным, поэтому тоже недопустимо обратиться к Нему с личными просьбами и молитвами. Такое бывает, но это необычно. Известны просьбы за кого-то, ходатайства, как это представлено в послании к филипийцам 4.6.7, где мы должны принести перед Богом наши личные просьбы. В первом послании к Тимофею 2.1.4 сказано, что мы также из-за других должны молиться. Тогда там в исламе такое не знакомо. 6.7 нас представлено как поклонение с уже предписанными молитвами. И верующие рассматриваются не в соотношении отец и сын, а в соотношении господин раб. Это видно, например, в суре 19.94. Но как все по-другому у Иоанна 1.12. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. В учении ислама встреча с Аллахом не ожидается даже в раю. Это опять-таки полностью отличается от того, что нам показывает Библия. Аллах не может иметь ничего общего с человеком. Но в первом послании апостола Иоанна 1.3 апостол объясняет, что мы имеем общение с отцом и сыном. И в итоге это общение приведет нас к совершенной радости. Ислам Ислам делает ударение на полную нетождественность существ, что человек создан непоподобию Божьему, поэтому акцентируется, что человек перед Аллахом ничто. А что касается полов, то можно сказать, перед Аллахом мужчина ничто, а женщина вообще ничто. Но это так отличается от Библии. Первое послание от Иоанна 4.8.10 разъясняет, Бог есть любовь. Это им абсолютно незнакомо. Мусульманин такого бы никогда не смог сказать, Аллах есть любовь. А вот Библия делает ясным, Бог есть любовь, и, конечно, первое послание от Иоанна 1.1. Бог есть свет, и вообще нет тьмы в нем. Перейдем к теме Иисус в Исламе. Рождение Исы, исламского Иисуса, будет так описано в Суре 19.16 до 36. Это было рождение от девственницы, но Иса был сделан из ничего. Я уже об этом говорил, но это важный пункт. В первом послании от Иоанна 4.1.6 Иоанн дает нам возможность, как мы можем распознать лжепророков и лжедухов, но это опять-таки более 500 лет до Мохаммеда. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много пророков появилось в мире. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет, и теперь уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто вас больше тех, того, который в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Иисус Христос явился во плоти. Это означает, Иисус Христос уже существовал из вечности, а потом Он стал человеком во плоти. Иисус Христос не но Коран учит. Нет, Иисус Христос был из ничего сделан. Потом именно этот пункт отвергается, что Иисус Христос явился во плоти. Исходя из этого, мы можем распознать духов. Предсуществование божественности Иисуса явно отвергается в связи с рождением. Совершение чудес. В Суре 5.110 говорится, что Иисус Иисус производил исцеление, а также воскрешал мертвых. Это интересно по той причине, что Мухаммед никаких чудес не совершал. Миканцы ему говорили, сотвори же это чудо наконец-то. Нет, говорил он, вы не будете верить, даже если произойдут чудеса. Но это привело к тому, что, читая Коран, некоторые мусульмане задумались, вот забавно, мы ставим Мухаммеда над всеми, а чудеса совершал Иса. И это часто многих из них приводило к тому, что они начинали искать, кто такой Иисус Христос. Иисус Христос из Библии. Это Божий суверенитет, который необходим для того, чтобы переводить к себе людей. То, что проповедовал Иисус Христос, будет описано в Суре 43, 63-64, но это не соответствует тому, что в действительности Евангелие представляет центральным благовествованием Христа. И потом, о смерти Иисуса в Суре 456 явно отвергается. Иисус умер не на кресте. Того, кто так же выглядел, того распяли. Мы видим, это от того, что в Исламе акцентируется сила и мысль «Пророк Божий умер на кресте» это же позор и бесчестие и чистое бессилие. Так не пойдет. Мусульманин из-за своего прежнего воспитания преисполнится совершенного презрения, если мы говорим о распятии Иисуса. Но это как раз то, чему нас учит первое послание к Оринфянам. Один, что слабость Божия сильнее, чем человеки, что Иисус себя унизил и как раз перед, и как раз через это унижение и до креста. Так Бог здесь на земле сотворил величайшую победу, спасение. Но это, если задуматься, основательный конфликт. И нам нельзя в этом конфликте уступать. Мы не можем ходить вокруг да около. Это относится к главному. Мы должны эти вещи разъяснять. И, конечно, если говорить с мусульманами, то они сразу настаивают. Нет, так нельзя, это невозможно. Пророк не может умереть на кресте. И, кстати, Бог не может стать человеком. Это вообще невозможно. Тогда мы должны спросить. Бог всемогущий? Да. Бог может стать человеком? Стать человеком и тогда умереть на кресте? Что они могут ответить? Нет, сказать они не могут, ведь тогда же они скажут, Бог не всемогущ. но все это нужно делать с тактом, с любовью, представить так, чтобы они эти вещи приняли и ухватили. И это нелогичность в утверждении того, что написано в Библии не может быть, чтобы они это признали. в первом послании Коринфянам 1.18 говорится, ибо слово о кресте для погибающих и уродства есть, а для нас спасаемых сила Божия. И это было более чем 500 лет до Мухаммада. Но мы видим, сколько мест в Библии из Нового Завета были нам даны с видом на последующие проблемы. Конечно, проблемы были во времена апостолов, но это было нам дано специально подготовлено для вещей, которые по значению должны были быть позже. Теперь пойдем дальше. Тема Библия в Коране. Коран будет представлен как подтверждение печать всех предыдущих откровений Нового Завета и Ветхого Завета. Там имеются обвинения иудеям и христианам. Вы Библию подделали или вы утаили истину. И именно все, что как-то противоречит Библии Корану на основании разных сур, будет объявлено, что этот продукт подделка подделка иудеев христиан. Во второй суре мы находим этот упрек девять раз. Пять раз в суре три, четыре раза в суре четыре и пять, но Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея 5.17.18. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, это самая маленькая буква в Иврите, или ни одна черточка, этот рожок, который позволяет отличить определенные буквы в Иврите, маленькая черточка отличает Б от К. Не придет из закона, пока не исполнится все. В Евангелии от Луки 21.33 Господь Иисус настаивает на своих словах. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Так вот, исследование Кумрана, где были обнаружены рукописи, разъяснило, иудеи, Библию, Ветхий Завет не изменили. Это можно научно доказать. Сегодня мы имеем 5800 греческих экземпляров рукописей Мау Завета. И с этими рукописями мы можем доказать, что на протяжении столетий ничего не было утеряно, и на основании этих рукописей представить первоначальный текст. Теперь у мусульман возникает проблема. Мы можем доказать, что Ветхие Новые Заветы все еще здесь, и знаем, как они звучат. Но Коран говорит, это было изменено. Эта проблема не на нашей стороне, а на другой. Интересно, кто был первооткрыватель кумранских рукописей? Мохаммед Эдев, то есть Мохаммед Волк. Его отец был дикарем из бедуинского рода Тамере, поэтому его звали Волком. Итак, это был Мохаммед, который передал в новое время величайшее доказательство точного предания Ветхого Завета. Вот уж ирония, не так ли? Божественная ирония. Теперь перейдем дальше к теме «Ислам и завоевание мира». Очень-очень важно. Учение, стоящее в центре ортодоксального ислама, это формулировка Альма-Уэрди из XI века. На основании Корана и хадисов он делит мир на две части. Дар-Уль-Ислам, дом ислама, и Дар-Уль-Харп, дом меча. Дар-Уль-Ислам – это территория, которая исламом побеждена и где исламский закон выполняется. А Дар-Уль-Харп – это оставшаяся часть мира, которая исламом должна еще быть завоевана в священной войне. Если вникнешь в это разделение, по-новому понимаешь проблему израиль и палестинцы. В исламе страна Израиль, которую мусульмане описывают как Палестину, понимается как Абдару Дар-Уль-Ислам завоеванная в 700-м году мусульманами, которые сразу после смерти Мухаммеда пришли с Саудовского полуострова, там они установили исламский закон. Так вот, это означает, что кто не мусульмане не может владеть Дар-Уль-Исламом. Не мусульмане, такие как иудеи или христиане могут там находиться, но они не могут этой областью владеть и господствовать нами. Тогда ясно, что вся мировая политика, где говорят «Да, вы должны эти области отдать, тогда будет мир», они ничего не поняли. Я считаю, что это даже как-то неловко. Речь не о том, сколько квадратных метров. Речь о том, что вообще ничего. Иудейскому государству не должно быть под Дар-Уль-Исламом. Или Дар-Уль-Ислам не должен быть под израильским государством. Кстати, чтобы вы знали, где находится Германия. Германия это Дар-Уль-Харп. Это должно еще быть завоевано. Все, что однажды попало под власть исламского закона, больше никогда не должно попасть под власть сте иудеев-язычников. Мы крепко это держим. Остаток мира должен быть еще завоеван. Теперь мы подходим к концу. Но коротко об очень важном. Четвертое. Библия это слово Божье. Итак, мусульмане нам говорят, что Библия, которая у нас есть, полностью подделана, поэтому не стоит ее читать. Это так распространено в исламском мире, так обычно, поэтому очень трудно уговорить мусульман Библию действительно прочитать. Но это не везде одинаково. Например, в Таджикистане, это исламская страна из древнеарабского мира, там можно найти много мусульман, которые почтительно относятся к Библии. Когда я там подарил мусульманину Библию, так он ее бережно взял в руки и поцеловал. Они знают из Корана, что такое инжиль и таурат, о Моисее, что это слово Бога. И если это так, то у нас есть еще все основания продолжать дальше. Но мусульмане, которые говорят, о, нет, эту книгу вообще не читать, тогда очень трудно. Но тогда мы можем сказать, мы можем доказать, что Библия это слово Божие, имеется более трехсот сбывшихся пророчеств, относящихся к Мессии Иисусу и его пришествию две тысячи лет назад. И все эти пророчества Ветхого Завета так замечательно последовательно исполнились с невероятной точностью. Даже точное время появления Господа Иисуса, предсказанное пророком Даниилом, сбылось точно в назначенный день, вербное воскресенье, 32-й год после Рождества Христова. То, что он был рожден в Вифлееме, все исполнилось, распятие, было во всех деталях описано, и то, как иудеи, как народ после отвержения Мессии должны будут быть развеяны и рассеяны между всеми другими народами, как же и на арабском полуострове, все это было предсказано в этой Библии. Поэтому я написал книгу, которая называется «Обещанный Спаситель», где представлены эти сбывшиеся мессианские пророчества. Эти пророчества мы должны шире использовать в евангелизации и с мусульманами, и с немусульманами. Это так убедительно, что мы можем людям показать. Мы верим не во что-то, такое, как прыжок в темноту. Наша вера основана на явно доказанных фактах. Только в одной книге Даниила с всего лишь 19 главами есть более 200 сбывшихся пророчеств относительно мировой истории о Вавилоне, Персии, Греции, Риме и более. Поэтому свою другую книгу я назвал «Мировая история с точки зрения пророка Даниила», где рассмотрены лишь 200 сбывшихся пророчеств из книги Даниила. Не касаясь пророчеств, которые еще в будущем, но тут я даю исторические научные источники, где каждое пророчество можно найти и доказать. В первой главе разбираются все важные собранные аргументы, говорящие. Книга Даниила – это подделка из более позднего времени. Но это же можно так легко и хорошо опровергнуть. Это еще один важный аргумент – показать людям, Библия – это слово Бога. И еще одно маленькое свидетельство. Несколько дней назад я был на горе Гарицы. Там мы общались с первосвященником самаритянином. Он как раз был на прогулке, сидел на скамеечке. Мы вышли из машины, я и моя жена сфотографировались с ним. Незадолго до того мы встретились с его братом. Это тоже один из руководящих священников самаритян. Я подарил ему эту свою книжечку на английском языке. Интересно то, что самаритяне верят в то, что только книг Моисея Слово Бога. Все же остальное в Ветхом Завете они не признают. Конечно, Новый Завет тоже, однако относительно Нового Завета они тут очень гордятся, так как там имеется история о самаритянке у Яковлева колодца. Тут под горой Гарицын находится недалеко от старого Сихема. Там этот источник. Они гордятся также историей о добром самаритянине. И этот руководящий священник мне сказал по-английски Я добрый самаритянин. Да, так можно помочь людям, которые признают только пять книг Моисея. Остального не знают. Это же Слово Бога, что у нас есть. Итак, я хочу еще обратить в наше внимание на бесчисленные прощества, которые сбывались на протяжении четырех тысяч лет и до сегодняшнего времени. Об Израиле, о ближнем восточном конфликте, о конце времени, в двадцатом веке, а также первой и второй Гольфских войн и так далее. Я написал книгу под названием «Действительно ли мы живем в конце времени?» более 175 избывшихся пророчеств. В ней я рассматриваю только пророчества, относящиеся к концу времени, которые, начиная с первого иудейского поселения в 1882 году и до нынешнего времени сбылись. Эту книгу я написал не в 2015 году, а раньше в 2012 к этому уже кое-что прибавилось. Одно пророчество о Саддаме Хусайме из Исайя 14 еще не было исполнено, но все остальное уже сбылось. Что еще осталось? Он должен был быть изъят из этой могилы в Тигрите. Он должен был получить могилу без славия. Между тем, это тоже пришло в исполнение. Его труп был тайно изъят и перенесен в местность, которая никому практически не знакома. А его королевская могила в Тигрите полностью разорена. Так, у нас имеется более 175 сбывшихся пророчеств относительно нашего времени. Тогда можно мусульманину сказать, смотри, мы можем принести тебе лист со 175 сбывшимися пророчествами нашего времени. Внеси ты мне лист, где есть 100 доказательств сбывшихся пророчеств из Канады. И тогда посмотрим, что будет. Но это надо всегда делать доброжелательно, никогда не провоцировать. Можно выиграть дискуссию, а душу потерять. мы должны снова и снова думать, если речь идет о том, что мы можем человеку указать путь к Спасителю, к славе, открыть доступ к Библии, такой, какая она нам была дана, какой она еще и сегодня может быть в наших руках. Большое спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ! Библии! 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 Продолжение следует...